Побывали в краю рыбаков и оленеводов. Совет депутатов Заполярного района вернулся из Каратайки. Решают государственные задачи и взаимодействуют с населением. В России отмечают День местного самоуправления. От эпохи Екатерины II до современности. Какие обязанности сегодня лежат на плечах глав поселений, узнали окружные студенты. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Владимир Путин и Дмитрий Медведев дали напутствие участникам праймерис. В ходе общероссийского селектора с участниками праймерис Единой России президент, страны и лидер партии пообщались с зарегистрированными кандидатами. Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили с участниками, прошедшими процедуру регистрации, ход и особенности реализации этой политической инициативы, впервые применяемой при проведении выборов в Государственную Думу. Общей сложности в России зарегистрированы 2954 участника предварительного голосования. В Ненецком округе 8 кандидатов. Владимир Путин выразил надежду на удачный поиск перспективных политиков. Он ожидает, что в праймерис победят профессиональные люди, стремящиеся работать на благо общества. Сегодня в России день местного самоуправления. Он отмечается с 2013 года. Владимир Путин 10 июня 2012 года подписал указ о введении новой даты в календарь в целях повышения роли и значения Института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Появление в 2012 году нового праздника, Дня местного самоуправления, является не только данью историческим событиям, но и служит признанием значимости данного института для страны, его важнейшей роли в развитии гражданского общества. Указом президента день 21 апреля был выбран Днем местного самоуправления. Я думаю, что этим указом фактически президент подчеркнул, что местное самоуправление в Российской Федерации состоялось. Состоялось в тех рамках, которые были установлены Конституцией Российской Федерации. Как известно, местное самоуправление осуществляется гражданами или через формы прямого волеизъявления, или через выборные и другие органы местного самоуправления, и обеспечивает самостоятельные решения населением вопросов местного значения. Реально местное самоуправление в нашем округе начало осуществляться в результате 131-го федерального закона. В его рамках был создан единственный в Ненецком округе муниципальный район – Заполярный. Район является крупнейшим муниципальным образованием региона. В его состав входят межселенные территории и 19 поселений, в том числе одно городское – рабочий поселок Искателей, и 18 сельских – всего 42 населенных пункта. Органы местного самоуправления способны решать самые серьезные государственные задачи. Цель глав муниципальных образований и депутатов заключается в обеспечении достойного качества жизни людей. Только при конструктивном взаимодействии граждан с исполнительной и представительной ветвями власти, сознательности и ответственности с обеих сторон, можно воплотить намеченные планы в реальность. Дата 21 апреля выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1785 году, императрицей Екатериной II была издана жалованная грамота городам, положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Какие интересные проекты реализуются в Ненецком округе, благодаря взаимодействию власти и жителей на территории сельских поселений, рассказали представители Телевисочного, Приморско-Куйского и Великовисочного сельсоветов на встрече со студентами Аграрно-экономического техникума. Глава – это можно сравнить, как, знаете, раньше часто писали в прессе, такой многостаночник, да, он может работать на всех станках. То есть глава, в принципе, человек, который должен быть минимум юристом, специалистом, техником, знать строительство от и до, уметь составлять сметы, знать технические характеристики агрегатов, деталей, особенно котлов, если есть газовое оборудование, знать это газовое оборудование, знать все тонкости закупок, которые очень сложны и запутаны, так скажем, в нашем законодательстве. Он спит всегда с включенным телефоном, который лежит у него под подушкой. И это только часть качеств, по словам Леонтия Чупрова, которыми должен обладать глава муниципалитета. Как круглосуточно решать вопросы людей, он знает не понаслышке. Родился, учился, женился и пригодился в поселке Красное. В Нинецком округе его знает как председателя Совета депутатов Приморско-Куйского сельсовета и человека, который в судьбе родного края принимает активное участие. Не безучастным, самое главное, не безучастным по отношению к любому жителю, по отношению даже к своей семье, к соседу, живущему там на другом конце. Потому что, когда, если вы придете и будете занимать какие-то должности, самое главное, от вас будут ваши коллеги по работе, жители муниципального вызывания. Они будут видеть вас в человека, который сможет вас выслушать и помочь. Не только выслушать, а еще и услышать. Любые работы, по словам председателя Совета депутатов, в поселке Красное без мнения жителей не проводятся. Вот один из примеров. В прошлом году Приморско-Куйский сельсовет занял второе место в конкурсе грантов и получил 12 миллионов рублей на благоустройство муниципального образования. Список мероприятий был сформирован по пожеланиям жителей. Перед тем, как подать заявку на конкурс, в Красном провели анкетирование. Проанализировав анкеты, администрация поселка и Совет депутатов разработали план действий. На эти средства в Красном уже установили дополнительные уличные светильники. Провели озеленение нового микрорайона, где построены дома для оленеводов и чумработниц. Разбили клумбы и высадили цветы в общественных местах. В поселке обустроили дороги и тротуары, установили детскую площадку и уличные тренажеры. И если в Красном пожелание жителей поддержала администрация поселка, то в другом сельском поселении инициативу главы поддержали жители. Идея моя, потому что занималась очень долгое время спортом профессиональным. По трофи-рейдам имею разряд спортивный. Каким спортом занималась? По трофи-рейдам. Автоспорт. Решили применить это на снегоходах. Задача по АДЖБС-координате найти точку, сфотографироваться вместе со снегоходом, набрать как можно большее количество этих точек и вернуться на финиш. Соревнования по GPS-ориентированию на снегоходах «Зимние тропы-2016» в Ненецком округе прошли впервые в истории региона. Соревнование прошло на территориях нескольких населенных пунктов. Села Великовисочное, деревни Лабожское, города Наринмара, а также деревни Каменка. Глава телевисочного сельсовета Андрей Чурсанов поделился со студентами тем, как в их муниципалитете поддерживают бизнес-идеи. Ведь сегодня село является хорошей площадкой для начала собственного дела. Для помощи активным и неравнодушным жителям у муниципалов есть все инструменты. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». О строительстве жилья, обеспечении жителей чистой питьевой водой и высоких ценах на бензин. Эти вопросы руководство и депутаты Заполярного района обсудили на встрече с жителями Каратайки. Поселок стал местом проведения очередной выездной сессии. В повестке дня значилось 6 вопросов. С отчетами о результатах деятельности в 2015 году перед местным населением выступили глава Заполярного района Алексей Михеев и глава администрации района Алексей Холодов. После официальной части главы и депутаты ответили на вопросы местных жителей и посетили объекты социальной инфраструктуры. Каратайка, край рыбаков и оленеводов, стал очередным местом проведения выездной сессии депутатов Заполярного района. Этой традиции уже без малого 8 лет. Прямое общение с жителями населенных пунктов – базовая составляющая работы руководства и депутатов района. Поэтому от поездки не отказались даже несмотря на финансовые трудности. С моей точки зрения, самая правильная выстроенная работа – это работа именно с населением. Вот такие встречи, несмотря на то, что даже и здесь сегодня в зале было сказано, ну вот сколько стоит ваш приют сюда, да? Ну, можно сидеть в городе, в искателях, ничего не знать, ради экономии денег отключить еще телефоны, да, и сказать, ну вот я там сижу, работаю, мы экономим деньги. Ну, это не совсем, наверное, правильный подход. Надо общаться с населением по возможности, как минимум, да, если есть возможность, надо эту возможность использовать. Такая форма работы с населением приносит свои плоды. Проблемы местных жителей, руководство и депутаты выслушали с глазу на глаз. В целом же проблемы Каратайки схожи с проблемами других населенных пунктов округа. Одна из них – дорогое топливо. В прошлом году правительство России включило бензин и дистопливо в число подакцизных товаров. Фактически это запретило регионам, в том числе и Ненецкому округу, субсидировать топливо для населения из отдаленных населенных пунктов, с которыми отсутствует круглогодичное наземное или водное транспортное сообщение. Из-за больших транспортных издержек сегодня предприниматели вынуждены продавать бензин по высоким ценам. Округ в лице собрания депутатов обращался в Государственную Думу, подготовили законопроект по внесению изменений в эту статью 78, по-моему. Но, к сожалению, Государственная Дума, комитет не одобрил данную поправку, потому что объяснения там есть определенные, да. Но сегодня решение не принято. Поэтому на сегодня проблема в том, что при всем желании ни у округа, ни у района, ни у сельсовета просто правовых возможностей нет субсидировать. То есть запретили это делать. Нельзя давать бюджетные деньги на завоз тех товаров, с которых государство же в виде налога, в виде акциза собирает налог. То есть оно вроде как собирает, мы тут снова даем. Проблема дорогого топлива напрямую связана с проблемой отсутствия в поселке Водозабора. Воду местные жители привозят с реки и озер на снегоходах. Это еще одна болевая точка Каратайки. С чистой водой в округе вообще идет сложно, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, живем на воде, но вода, к сожалению, далеко не того качества, которое нужна. И более стабильного качества вода, как правило, в грунте, то есть с артезианских сваджин. Поэтому и здесь тоже, как и во всех населенных пунктах, начали с этого варианта. Но поисковики, которые по конкурсу вышли на эту работу, воду в грунте не нашли. Поэтому сейчас рассматривается вопрос поставки воды из поверхностного источника. Есть здесь река Инзерей. На протяжении года с апреля 2015 по апрель 2016 специалисты собирали пробы воды из реки Инзерей. Ее анализы будут положены в основу большого и важного проекта по строительству водозабора в Каратайке. Перспективы не самые ближайшие, но все-таки есть. По словам Олега Холодова, в планах к началу 2017 года сделать проект, когда станет известна цена его реализации, станут известны и сроки строительства водозабора. Каратайка не стала исключением и в вопросе жилья. Вот уже несколько лет в поселке стоит 12-квартирный долгострой. Сдать дом планировали еще в 2014 году. Сначала подрядчик компании Леро затянула с завозом материалов. Затем и вовсе столкнулась с еще большими трудностями. Дом канализованный, то есть с локальной канализацией, септик. Но здесь болото. И погрузить емкость вот эту 50-кубовую в грунт, 50 или 25-кубовую, не меньше 25-кубовую. Практически нереально летом. Сейчас фирма разрабатывает вариант, как это сделать. В случае, если подрядчик решит проблему с септиком, в ближайшее время дом удастся сдать в 2016 году. По словам главы Южарского сельсовета Дмитрия Вылка, септик – не единственная проблема. Вопросы вызывает система отопления и протекающая в двух местах крыша. Решать эти проблемы будут со строителями. Подрядчик обещал уже в мае прислать на объект бригаду. По словам Дмитрия Вылка, сегодня на очереди в Каратайке стоит 40 человек, в том числе и многодетные семьи. Квадратные метры также понадобятся специалистам здравоохранения. В Каратайской амбулатории, куда также заглянула делегация, есть вакантное место фельдшера. Сегодня за здоровьем всего населения поселка, а это не менее 600 человек, следит один врач, два фельдшера и четыре медсестры. С 1 апреля амбулатория Каратайки официально стала филиалом Центральной поликлиники Заполярного района. То есть пока мы ничего не можем сказать. Единственное, что декоративный оборот, конечно, у нас уменьшился. То есть церковь взялась, что у нас больше сейчас ее не дают. Одно из самых добротных и ярких зданий в поселке – здание детского сада. Объект подключен к центральному отоплению, внутри тепло и уютно. При наличии свободных мест сюда принимают детей от года. Сегодня здесь 37 малышей. С 1 сентября планируется 41 ребенок. Ну, если все так нормально будет. Нас привозят, увозят. С города приезжает бабушка. Мы тоже ходим. Бабушкины дети. Да, есть бабушкины дети. Пока в поселке есть дети, работает детский сад, школа. Он будет жить и развиваться. Тем более, что планов по развитию поселения у администрации Юшарского сельсовета хватает. Помогать им в этом будет и руководство Заполярного района. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Силовики Ненецкого округа развернули спасательную операцию в черте города. В Наринмаре прошли очередные тактико-специальные учения. Подготовку оперативного штаба оценил Национальный антитеррористический комитет. Обезвредить противников и спасти людей. В Наринмаре с 20 по 21 апреля прошли тактико-специальные учения. Под руководством оперативного штаба более 200 сотрудников силовых ведомств нейтрализовали террористов, освободили заложников и обезвредили взрывное устройство. Из дворца спорта Норд выводят несколько террористов. Согласно легенде, они организовали подрыв автобуса и взяли в заложники сотрудников спортивного учреждения. Преступники выдвинули требования экономического и политического характера. Цена требований – жизни заложников. За них отвечают более 200 военнослужащих и сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Минобороны России. Объединенная группировка провела переговоры с преступниками, но к положительным результатам это не привело. С учетом сложившейся обстановки оперативный штаб принял решение по освобождению заложников и нейтрализации террористов. Параллельно ведется работа по оказанию первой медицинской помощи пассажирам условно подорванного автобуса. Прямо у места происшествия организован полевой медицинский лагерь. В палатках спасательные подразделения МЧС и сотрудники медучреждений округа принимают экстренные меры по спасению пострадавших. Людей с тяжелыми ранениями увозят на машинах скорой помощи. Но антитеррористическая кампания еще не завершена. На территории Дворца Спорта Норд обнаружено самодельное взрывное устройство. Операцию по обезвреживанию опасного объекта провели сотрудники полиции. В рамках сегодняшней тренировки впервые у нас в округе было отработано практическое применение нового устройства по ликвидации, по разрушению самодельных взрывных устройств испытали мы гидрокоммунитивный разрушитель взрывных устройств. Оно доказало свою состоятельность и эффективность данных мероприятий. Во время учений были отработаны оповещения населения и эвакуацию людей из района чрезвычайной ситуации. Согласно плану жителей близлежащих кварталов, необходимо эвакуировать в пункт временного размещения. В целом силы и средства МЧС России на территории округа к действиям подобных ситуаций готовы. Все необходимые мероприятия, которые мы планировали отработать в рамках данных учений, отработаны в полном объеме. Также во время учений командованием войсковых частей, дислоцированных в Ненецком округе, проведена проверка действий военнослужащих по охране и обороне военных объектов. Оцениваю результаты учения, как удовлетворительные были вскрыты ряд недостатков, на которых еще так или иначе приходится работать. В целом оценка удовлетворительна. При необходимости сможем дать отпор врагам. С учетом рекомендаций Национального антитеррористического комитета приняты меры по поддержанию в постоянной готовности сил и средств штаба, привлекаемых к проведению контртеррористической операции. Руководство учений положительно оценило действия участников маневров. Желающих провести летние каникулы с пользой ждут в Центре занятости населения. Предприятия и организации округа готовят рабочие места для подростков. В регионе стартовал прием заявлений на летнее трудоустройство. Порядка 500 подростков смогут подзаработать в летнее время. Центр занятости населения ведет прием заявок от желающих трудоустроиться во время каникул. Уже поступило 120 обращений. В этом году рабочие места для несовершеннолетних готовы предоставить предприятия, расположенные на территории Наринмара и в сельских поселениях. Уже не первый год окружные подростки имеют возможность провести лето с пользой. Один из трех каникулярных месяцев они могут посвятить труду, который будет гарантированно оплачен. Средства на оплату труда школьников и студентов предусмотрены в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Ненинского округа на 2016-2020 годы». Уже поступают на летнее трудоустройство. Есть уже порядка 100 человек, чуть больше, порядка 120 человек уже подали заявки на летнее трудоустройство. Массовые обращения в Центр занятости планируются так и в прошлом году. Это будет конец мая, начало июня. В этом году в окружном бюджете заложены средства на трудоустройство порядка 500 подростков. Это более 7 миллионов 750 тысяч рублей. Первоначально планировалось трудоустроить 390 школьников и студентов. В связи с большим спросом на вакансии, власти региона увеличили финансирование по этой статье расходов. Решение было принято на апрельской сессии собраний депутатов Ненинского округа. В этом году временно организовать труд подростков готовы как села, так и город. В Наринмаре традиционно предоставляют рабочие места Наринмарский объединенный авиаотряд, Ненецкая агропромышленная компания, предприятие «Чистый город», частная фирма «Вистасервис», отделение Почты России, мясопродукты. Как правило, подростки трудятся рабочими по благоустройству территорий, подсобными рабочими, уборщиками производственных помещений, творниками, почтальонами и помощниками воспитателя. Предоставить рабочие места готовы и организации в муниципальных образованиях. Получить временное рабочее место в летнее время можно в Юшарском, Великовисочном, Приморско-Куйском, Хоседохарском, Омском и Пустозерском сельсоветах. Всего сельские поселения готовы предоставить более 140 рабочих мест. Также в этом году планируется организовать трудоустройство сложных подростков. Руслан Волосков отметил, с этими ребятами необходимо провести профориентационные и мотивационные беседы. По опыту в прошлом году мы немного трудоустроили, но половина из тех даже в месяц они отработали, они там были случаи, что неделю даже не дорабатывали и просто на свои дела уходили. Напомню, полный срок временного трудоустройства молодых людей составляет один месяц. Каждый подросток за свой труд в течение полного рабочего месяца получит не менее 13 тысяч рублей. Это были главные новости дня. Ознакомиться с ними можно и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. Далее информация от синоптиков.